В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте! Что порой едят ягуары в карагандинском зоопарке? Член Олимпийской сборной Казахстана Денис Тен посетил малую родину президента страны. Слухи о Викторе Кумыкове не подтвердились. Карагандинцу Ниязу Сундиталееву нужна помощь. Молодой человек уже второй год не встает с постели. У Нияза размажен спинной мозг в результате падения с четвертого этажа. Это видео двухлетней давности. На нем Нияз Сундиталеев живет полноценной жизнью. Ходит, танцует, двигается. В общем, делает все, как обычный здоровый человек. Нияз учился и работал. Жизнь молодого человека кардинально изменилась в июле 2012 года. Нияз выпал из окна четвертого этажа. Я, получается, одним коленом залез на подоконник, а вторым потянулся, рукой потянулся, открыть форточку. И вторую руку облокотился на стекло и выдавил. Секундное замешательство. Все, я лечу. Кстати, за две недели до несчастного случая Нияз получил диплом Карагандинского государственного университета по специальности государственное местное управление. В больницу молодой человек попал в критическом состоянии. 19 дней Нияз находился между жизнью и смертью. Само лечение и реабилитация заняли два месяца. За это время Ниязу удалили один позвонок и вставили имплант. Однако это не вернуло молодого человека к полноценной жизни. Нияз в буквальном смысле приковала к постели. Юноша не может самостоятельно питаться, двигаться и даже сидеть в инвалидном кресле. Правда, в последнее время в результате массажа, иглотерапии, крепкого духа Нияз может пользоваться планшетом и мобильным телефоном. Весь мир мой сейчас ограничен вот этой вот кроватью. У меня, да, есть инвалидная коляска, но сесть на нее полноценно я не могу. 15-20 минут я могу посидеть, да, конечно, но потом я резко теряю сознание и падаю в обморок. На сегодняшний день планшет стал для Нияза незаменимым другом, своего рода маленьким миром, в котором юноша может жить полноценной жизнью, хоть и виртуальной. В основном друзья поддерживают, спрашивают, как дела. Вот Серегжан написал, как дела. Несмотря на такие трудности, молодой человек не унывает. Он неоднократно проходил обследование, консультировался. В Астане в Республиканском нейрохирургическом центре Ниязу сказали, что пока сделать ничего нельзя, можно только поддерживать состояние здоровья. Ни в одной клинике мира пока еще нет новшеств, которые могли бы восстановить клетки спинного мозга. Есть лишь маленькая надежда, что лет через пять появится новая система лечения, которая поможет восстановить спинной мозг. Ниязу на данное время важно хоть на один шаг вернуться к нормальной жизни. Самостоятельно кушать, садиться в инвалидное кресло и передвигаться по дому. Это все могла бы ему помочь вернуть только одна клиника в Израиле. Это лечение обойдется ему в 35 тысяч долларов. Мне говорят, что они меня поставят на ноги, что я буду ходить. Но они говорят, что они могут меня реабилитировать до такого и значительно улучшить качество моей жизни. Что я буду самостоятельно садиться в коляску, что я смогу передвигаться по квартире, выезжать на улицу. Сейчас опорой и поддержкой для Нияза стали его друзья, которые как могут помогают ему в его беде. Они собирают для него деньги, покупают лекарства. В общем, чем могут тем и помогать. Кстати, товарищи Нияза собираются устроить для него благотворительный концерт, деньги с которого пойдут ему на лечение лекарства. Когда мне про него рассказали, я сразу захотела, ну что-то такое. Почему-то сразу появилась идея концерта. Может быть, заграничный опыт постоянно смотришь, у них много благотворительных концертов они устраивают. Решили помочь. Сначала мы просто собрали деньги по своим знакомым, кто сколько мог. Благотворительный концерт пройдет примерно в 20-х числах марта в Театре имени Станиславского. Более подробную и точную информацию о концерте можно будет увидеть в соцсетях. Если кто-то не остался равнодушным к проблеме молодого человека и может хоть как-то помочь, вы можете обращаться по телефону 8-700-390-70-19. Ваша помощь может хоть немного изменить жизнь Нияза Сунди Талиева в лучшую сторону. Ведь последний раз молодой человек был на улице в прошлом году. И то сидя в машине скорой помощи. А за все два года пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать, сколько раз он был на свежем воздухе. У Нияза маленькая семья. Бабушка-пенсионер, два брата и попугай Кеша. Помощи ждать неоткуда, если только неравнодушные люди помогут ему справиться с этой бедой. Амина Смакова, Олжас Габаса, Пахтеор Распанов, 1-й Карагандинский. Если кто не остался равнодушным к этой проблеме, то на экране телевизора вы увидите реквизиты Нияза Сунди Талиева. Действительно ли в зоопарке ягуары загрызли маленького медвежонка на глазах у детей? Этот случай до сих пор бурно обсуждается в нашем городе. Что на самом деле произошло в карагандинском зверинце, узнавал наш корреспондент. Не сразу поверишь, что это красивое и милое создание могло на кого-то напасть. Недавно в карагандинском зоопарке родился медвежонок. Как отмечают сотрудники зверинца, он был слабеньким и с патологией. Специалисты не могли войти в берлогу, чтобы посмотреть, как там поживают животные. Через некоторое время мама медвежонка вышла самостоятельно. Когда наши работники зашли, там лежал медвежонок. У него была патология какая-то. Он лежал, не двигался. Его занесли сюда внутрь. Затем рапортичка ко мне поступила от заведующего хищного отдела. Сразу после случившегося провели собрание. На нём решили, что медвежонок слабый и не выживет. Ветеринарный врач сказал, что у животного был порог сердца и не всё в порядке с печенью. Так как у медвежонка не было никаких заразных заболеваний, его решили скормить ягуару. Так как ягуары у нас пришли с Новосибирска, и эти животные, как в России, я знаю, что медвежатину дают тоже им. Тем более весна сейчас. Вот такое время можно было бы для их здоровья отдать. А в этот момент я, конечно, приношу большие извинения за то, что рабочие не соблюдали технику безопасности. Николай Кровец, Габеден Куршбеков, Бахтя Роспанов, Первый, Карагандинский. В 2013 году специализированным судом по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено 870 гражданских дел, а за текущий год уже 168. Эти значительные цифры были озвучены на совещании, где присутствовали судоисполнители области. Также здесь были заслушаны обращения граждан. Все подробности в следующем сюжете. С текущего года пять специально созданных выездных групп рассматривают гражданские, уголовные и административные дела. Из республиканского бюджета на здание, в котором представители Фемиды будут проводить работы, выделено 4 миллиона в тенье. По словам специалистов, в прошлом году в районный суд поступило более 2000 административных дел и 405 обращений от граждан. Часто в суд отправляются вопросы касательно семейных отношений. Например, за последние три месяца 2014 года рассмотрено 68 дел по лишению родительских прав, об установлении 62 дела. По направлению несовершеннолетних в специальные организации образования нашли решение 15 дел. Всего насчитывается 168. В апелляционном порядке отмен изменений не имеется. В касационном порядке было рассмотрено одно решение, которое претерпело отмену. А в основном качество рассмотрения дел каких-либо замечаний не вызывает. Это Татьяна Саликова из Тимиртал. Она воспитывает двоих сыновей. Говорит, что хочет лишить своего бывшего мужа отцовства. По словам женщины, они законно развелись три года назад. За все это время бывший муж не платил алименты и не помогал детям. С 2012 года отец в качестве алиментов должен выплатить детям 121 тысячи тенге. Я хочу оградить своих детей вообще от общения в дальнейшем с ним по причине того, что он, так как он не работает, пьет. Ну, как бы есть у меня характеристики бытовые от соседей на меня. Ну, если нужно ознакомиться на бывшего супруга, характеристики с места работы. Он занимается кражами. На вопрос Татьяны судья Гульнара Смаилова ответила, что из-за алиментов, которых не платит мужчина, лишать его родительских прав не так-то просто. Если это уважительные причины, по которым он не может сегодня выплатить эту задолженность, все это должно исследоваться только судом. То, что вы, значит, говорите о том, что он привлекался к уголовной ответственности, это не основание для лишения родительских прав. Людей, пришедших на слушание, волновали вопросы разного характера. Председатель областного суда Оскар Марданов сказал, что нужно довериться закону и решениям судов. Гульнур Жакен, Ужас Гапасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. В Караганде прошел семинар совещания всех надзорных органов по мораторию проверок малого и среднего бизнеса. На совещании было принято окончательное решение, по которому без согласия вышестоящих инстанций ни одна внеплановая проверка не будет проводиться. На встрече были разъяснены отдельные положения указа президента 27 февраля этого года о кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. Мораторий вступит в силу в следующем месяце. Проверки не будут проходить по всем направлениям деятельности, за исключением некоторых. Например, надзорные органы интересуют вопрос, связанный с ветеринарией. На него был получен конкретный ответ. В сфере ветеринарии по проверкам объектов поднимается, объектов торговли. И также вопрос о ставится по жизнедеятельности граждан в случае по защите прав потребителей. Данный вопрос, да, имеет место в указе, пункт 5, но данный пункт должен реализовываться только лишь по согласованию с Генеральной прокуратурой и первой руководитель Центрального органа. Предпринимателям дается реальный шанс для продвижения своего бизнеса. Амина Смакова, Габидин Курышбеков, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галл-Тек 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. В торговом центре Таир-4 открыли четвертый этаж. Горожане до определенного момента имели доступ на три этажа, где совершались грандиозные покупки. А теперь на четвертом этаже карагандинцы смогут вкусить изыски восточной кухни и отдохнуть. Торговый центр Таир-4 существует недолго. Цифра звучит в названии не случайно. Горожане на всех четырех этажах смогут найти для себя что-то полезное, вкусное, качественное, брендовое и недорогое. Обновленный торговый дом явно пришелся по душе карагандинца. Комфортный и просторный лифт, из которого видны все торговые залы, эскалаторы, позволяющие быстро попасть на нужный этаж. Обширная площадь вмещает в себя огромное количество бутиков с разным ассортиментом. А их удобное расположение позволяет покупателям не толпиться, а спокойно, как на прогулке, ходить, прицениваться, покупать и просто гулять. В торговом центре Таир-4 можно не только обзавестись покупкой, но и неплохо провести время. Приятная и уютная обстановка. Сквозь застекленный потолок можно наблюдать красоту неба. Все позволяет отдохнуть и расслабиться. Многие покупатели, в буквальном смысле слова, влюбились в фонтан, расположенный на первом этаже. Необычный дизайн, живые цветы, затейливые струи воды помогают снять напряжение, даже в таком непростом и шумном отделе, как шоппинг. Кстати, вот уже два дня карагандинцы не только наслаждаются атмосферой и дизайном Таир-4, но и вкусной едой. На минувших выходных свои двери перед покупателями раскрыл четвертый этаж. Мы рады представить для наших покупателей четвертый этаж, на котором после совершения покупок можно приятно отдохнуть и вкусно покушать. Четвертый этаж представляет собой просторную площадь, которая вмещает в себя зону фудкорта, уютное кафе «Миндаль» с восточной кухней и детское сафари-парк. Стоя перед входом в кафе, сразу понимаешь, слово «кафе» явно не подходит. Роскошная обстановка, выдержанная в восточном стиле, больше напоминает ресторан. «Миндаль» полностью соответствует своей восточной кухне. Большие подушки, разноцветный ковер, узорчатые стены. Ощущение, что присутствуешь в какой-нибудь восточной сказке. Кстати, в кафе есть и отдельные вип-комнаты со всеми удобствами. Теперь обратим внимание на самый цветной и шумный уголок четвертого этажа – детское сафари-парк. Карусели, игровые автоматы, горки и другие аттракционы, маленький передвижной магазинчик с вкусным мороженым будут помогать детям весело проводить время, пока их родители совершают покупки. В день открытия для детей устроили хорошую концертную программу с любимыми героями из мультфильмов, играми, конкурсами. Всем маленьким посетителям достались подарки от торгового дома «Таир-4». Ощущение восторга, как бы такая горка, когда падают шарики, ну, как бы приятно. Теперь-то все этажи задействованы. В торговом центре «Таир-4» можно покупать, гулять, отдыхать, вкусно кушать и весело проводить время. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Олжас Гамбасов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. В минувшие выходные во Дворце Горняков состоялся традиционный областной айтыс, посвященный Науры Смирама и 80-летию города Караганды. На поэтический спор из разных уголков области собрались 14 лучших акинов. Оценивали музыкально-поэтическое творчество компетентное жюри, председателем которого был известный акин Аманжул Альтаев. Гостем мероприятия стал и заместитель Акима области Бисин Байжумабеков. Айтыс – это песенное состязание казахских акинов, импровизированный поэтический спор, который является одним из традиционных форм устной народной поэзии. Во время айтыса каждый участник сочиняет все экспромтом и сразу же исполняет перед собравшимися. Обычно в выступлениях разрабатывается единая тема, которые могут быть самого разного характера. Вот и в этот раз акины в составе семи пар из разных городов и районов области встретились здесь, на Карагандинской земле. Организатором поединка слов выступил школа Арка Ахандара. Акын Айтпайжумаголов, который является руководителем данной школы, подчеркнул, что проведение таких мероприятий дает любителям айтыса многоположительных эмоций. Мы проводим айтыс вот уже в восьмой раз. Конечно, для зрителей музыкально-поэтическое творчество – это большой праздник. Все акины, которые участвуют сегодня, показывают все свое мастерство. Думаю, что победителем станет сильнейший. Вступая в состязание без предварительной подготовки и обдумывания, акины соревновались в остроумной находчивости. Под аккомпанемент казахского народного инструмента «Дамбры» участники затрагивали разные темы – от должностей чиновников до повышения курса доллара в стране. Также обсуждалось повышение тарифа на проезд в городе Караганды. Но все же основными темами поэтической схватки стали Великий праздник Наурыз Мирама и 120-летие Акына Сакена Сифулина. Я специально приехал из Астаны, чтобы оценить выступления молодых акынов и поддержать их. Айтыс в городе Караганды проводится традиционно. В этот его приурочили 80-летию шахтерской столицы и Наурыз Мирама. Организаторы выразили благодарность тем, кто оказал информационную поддержку в проведении праздничного айтыса. Спасибо руководству телеканала «Первый Карагандинский» за информационную поддержку. В завершении члены жюри объявили победителей. Первое место между собой поделили Ботагуз Мухиден и Кайрат Иманбеков. А обладателям самого главного приза удостоился молодой акын Дидар Камиев. Участник, приехавший из Шетского района Уланга Сыркамиев, удостоился специального подарка от гостя из столицы – Аманжола Альтаева. Айтыс прошел на высоком уровне, и все участники показали блестящее выступление. Гульнур Жакен, Айдын Жакан, Бахтия Руспанов, «Первый Карагандинский». Продолжаем выпуск. В Караганде прошел второй этап ежегодного конкурса «Жасканат». 25 участников демонстрировали строгому, но справедливому жюри свои творческие способности. Все подробности у нашего корреспондента. Жасканат в Караганде проходит не первый раз. Ежегодный вокальный конкурс собирает большое количество желающих сорвать главный куш, денежный приз и всеобщее признание. Оценивают по следующим критериям. Оригинальность, подача, вокальные способности, артистизм. Участники не скрывают своего волнения. Именно после этого второго этапа будет объявлен победитель. Результат скажут в конце этой недели. Я участвую в нем первый раз. Честно говоря, эмоции просто захватывают. Настолько все это ярко, красочно. Несмотря на такие красивые и талантливые лица, зал зданий Дворца культуры горняков был пуст. Около 15 человек в зале, да и то многие из них дремали. Увлеченно что-то обсуждали или смотрели что-то в своих мобильных телефонах. Как ни странно, один из зрителей смог что-то увидеть на сцене в темном зале, сидя в солнцезащитных очках. Очень жаль, что молодые дарования показали свои таланты только жюри. Амина Смакова, Габиден Гружбеков, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Призер Олимпийских игр в Сочи. По фигурному катанию член Олимпийской сборной Казахстана Денис Тен приехал в Караганду. Он побывал на доменном производстве, где трудился первый президент нашей страны и встретился с Акимом Карагандинской области. Николай Кровец с подробностями. Сегодня Акимобласти Бауржан Абдишев принял бронзового призера 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Дениса Тена. Молодой парень имеет звание заслуженного мастера спорта страны. Денис Тен побывал в городе Тимиртау, где родился глава нашего государства. Спортсмен посетил музей первого президента в городе Металургов и даже увидел доменное производство, где трудился Нурсултан Азарбаев. Нет у меня вообще никаких удивлений, почему наш президент обладает такой невероятной закалкой, почему наша страна за небольшой промежуток времени, всего за 20 с лишним лет, сумела так сильно спрогрессировать, потому что Нурсултан Абишевич, наверное, как никто другой понимает вообще, что такое настоящий труд. И я буду стараться брать с него премию. Недавно Денис Тен был удостоен премии «Спортсмен года» от Агентства по делам спорта и физической культуры нашей страны в номинации «Прорыв года». Боржан Абишев поздравил Дениса с успешным выступлением на Олимпийских играх. Тебе благо, удачи, успехов. Олимпийский легион всегда с тобой. Мы будем болеть за тебя, поддерживать, следить за твоей карьей. Мы убежден, что у нас это дай бог, не последняя встреча, а какие-то хорошие-хорошие события. Это шахтерские смолы. Я думаю, она у тебя. Спасибо. После беседы с Акимом Карагандинской области Денис Тен встретился с молодежью нашего города. Николай Кровец, Ажас Габасов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Сегодня администрация футбольной команды «Шахтер» опровергла информацию некоторых информационных изданий о том, что главный тренер Виктор Кумыков покидает наш город и теперь будет работать в столице. Футбольная команда «Шахтер» сегодня работает в обычном режиме. Контракт с тренером футболистов расторгнут не был. Как уверяет исполнительный директор футбольного клуба «Шахтер» Ирден Халилин, размещенная информация в интернете – это лишь слухи, им доверять не стоит. Так, Кумыков со Самбаевым полностью сегодня рядом с командой. То, что действительно отсутствовали на игре оба, когда была игра с «Шахтер» в Павлодаре, это связано с тем, что они занимались документами «Джирича», так как гражданство получает казахстанское. В тот день они задержались в аэропорту и решили ехать на машине. Все трассы по направлению составных Павлодар были закрыты. Как недостоверная информация просочилась в интернете, Ирден Халилин не знает. Я не знаю, но у нас очень хорошее отношение, коллектив, команда, тем более мы добились благодаря, я думаю, взаимопониманию, поддержку болельщиков. Поэтому у нас коллектив, я считаю, очень хороший. Ну, в рабочем режиме бывает то, что мы суперкубок, там, да, действительно не могли, должному уровню показать результат, это футбол, спорт, бывает, взлеты, падения. Ну, а из этого мы урок сделаем, анализировали тренерским штабом, сделаны выводы, шагаем вперед, ничего, я думаю, страшного нету, это начало сезона. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Спасибо за внимание. Аман Саугунгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова